Привет, друзья! Как правило, на этом канале многие привыкли смотреть видео-подборки с самыми эффективными и безопасными упражнениями. Сегодня у нас будет немного нестандартная рубрика с худшими и бесполезными упражнениями, а именно для мышц спины. А часть из них так еще и вредны для наших плечевых суставов и позвоночника, которые лучше вообще обходить стороной, отправив их предварительно на железное кладбище. Друзья, прежде чем мы начнем, хочу сказать, что у нас есть еще второй канал, где я освещаю темы похудения, правильного питания и мифов, связанных с ними, а также здорового образа жизни в целом для гармоничного развития всех аспектов тела и духа. Ссылку вы найдете в закрепленном комментарии и описании под видео. Итак, первое упражнение у нас это тяга гантелей в наклоне с опорой о скамью. И прежде чем спускаться в комментарии и писать, что это бред и я ни хрена не понимаю, знаете, что я взял это не с неба, а с видео Джеффа Кавальера, который сам, кстати, найдем заработал паховую грыжу. Ссылки я прикреплю в описании. Да, я не спорю, что это эффективное упражнение для широчайших, но при этом эффективность убивается вредом прежде всего для паховой области у мужчин. И вся проблема этого упражнения в неправильном положении корпуса по отношению к паху. Из-за того, что одна нога стоит на земле, а вторая согнута в колени на скамье, на область паха мало того, что приходится большая часть нагрузки, так еще и при тяге гантелей вверх нагрузка распределяется асимметрично в зоне таза и паха, где у нас крепятся все важные мышцы, включая и абдоминальные. То есть они постоянно в растянутом и напряженном положении, а если еще и с весом, то нагрузка становится просто чрезмерной. Поэтому я советую вычеркнуть это упражнение из вашей программы. Да и к тому же, есть еще более эффективные, а главное практически безвредные упражнения, такие как тяга гантелей одной рукой в наклоне, но уже стоя на двух ногах, где вы еще, поверьте, сможете взять больший рабочий вес, чем в первом. Также есть еще и горизонтальная тяга на боке одной рукой. Все они мало того, что эффективнее для ваших широчайших, так еще и более удобные и безопасные, разумеется, при соблюдении правильной техники. Следующее наше движение, которое бесполезно для прокачки мышц спины, и это становая тяга. Да, ребята, это движение в первую очередь для бицепсов, бедер и ягодичных, а мышцы спины сверху донизу работают уже в качестве стабилизаторов статически, а статика не прибавит вам мышечных объемов. Да и к тому же, при становой тяге не происходит сгибания в локтевом суставе, как при подтягиваниях и любых других тягах, ну или плечевого сустава, как на пуловерах с блоком стоя, без чего невозможно сокращение мышц спины, а значит и их роста. Делать это упражнение в день спины мало того, что бесполезно, так это может быть еще и вредно, особенно если вы делаете его в одну тренировку с тягой штанги в наклоне. Поясница будет испытывать гигантские перегрузки. А безусловно, становая тяга это базовое и функциональное движение, которое нужно включать в свою программу, ведь оно развивает силу и мощь всего тела, но оно никак не для раскачки мышц спины. И кто захочет сказать мне, что это бред, вам посмотри на спины пауэрлифтеров, то знаете, что они помимо становой тяги делают еще такие подсобные упражнения, как подтягивания, тяги штанг и гантелей в наклоне, которые и строят широкую и выпуклую спину. То есть теми снарядами, которые не то что есть даже в самом захудавом зале, да еще и стали более доступными для большинства в последнее время. И если вы не пауэрлифтер, которому не нужны большие веса и много пространства для тренировок, то можно полноценно прокачивать свои крылышки дома в теплой уютной обстановке, не выходя в осенне-зимнюю промозглую слякать ради тренировок. Да и чтобы приобрести оборудование для домашних тренировок, тоже не обязательно выходить из дома. Для этого достаточно лишь зайти на Е-каталог, где есть прекрасный выбор от гантель, домашних турников и брусьев, до лавок с регулируемой спинкой. Все это вы можете найти, перейдя по вкладке «Спорт» в разделе «Тренажеры» и «Аэробика». К примеру, мне нужны две разборные гантели весом до 30 кг. Кликаю и сразу же в колонке «Подбор по параметрам» выбираю гантель наборная. А вы же, если хотите, можете для себя выбрать еще нужный диапазон цен и вес. При выборе обращайте внимание обязательно на диапазон веса, который вы ожидаете. Но если вы, скажем, еще и закупаетесь комплектом турников и брусьев, то здесь можете сравнить все их параметры между собой, а также выбрать магазин с самыми выгодными условиями из всех магазинов, на которые у Е-каталог прямые ссылки без наценок. А вам остается решить, в каком приобрести будет лучше именно вам. Переходите по ссылке на спортивное оборудование в описании и тренируйтесь с комфортом. Давайте теперь постараемся уберечь наши плечи и вычеркнуть из программы такое упражнение, как тяга вертикального блока за голову. Многие, кто делает это упражнение, мотивирует это тем, что данное упражнение, мол, эффективнее, чем обычная тяга груди. За счет того, что там больше амплитуда, а значит и мы сможем более качественно проработать мышцы середины спины, помимо широчайших. Но правда в том, что эффективность включения мышц одинаковой у обоих, а вот вред от тяги за голову вы получите в разы больше, чем пользы. И все дело опять же в нашей анатомии. В этом упражнении плечи в неестественном положении. Если мы посмотрим на наши плечевые суставы, то они развернуты чуть вперед. А когда мы поднимаем руку вверх, естественная траектория плечевой кости 30 градусов перед собой. Так вот, когда вы заводите руки далеко назад, как при тяге за голову, мышцы ротаторной манжеты испытывают крайне неприятную для себя нагрузку. Добавьте сюда еще и тяжелый вес на блоке, и сухожилия надосной мышцы перетираются, что приводит к импиджменту плечевого сустава, и как следствие боль, слабость и потеря подвижности плечевого сустава. Поэтому в топку это упражнение, и заменяем его на более эффективные и безопасные альтернативы. Такие как тяга к груди, или подтягивание широким или обратным хватом. Следующее движение нашего расстрельного списка, это тяга до грифа, стоя с небольшим наклоном. Пано смотрится всяких там Арнольдов и других профикачков, а потом исполняет свои жалкие пародии. Так вот, за последние 40 лет после Арнольдов эпоху, амплитуда у данной тяги стала все короче и короче, и это факт. Выполняя ее вот так, чуть ли не стоя, вы урезаете амплитуду движения. А выполняясь с такой микроамплитудой, а еще и с тяжелым весом, мышцы спины почти не сокращаются. Исходя из этого, чтобы создать полную амплитуду движения, и максимально сократить широчайшие мышцы спины, нам нужно наклониться гораздо ниже. И вот тогда данное движение станет по-настоящему эффективным. Вы сможете максимально свести лопатки вместе, тем самым максимально сократить целевые мышцы на спине по максимуму. Так же, как и Арнольд в данном видео. Только не нужно брать такой наклон и вот так вот сытулиться. Достаточно и вот этого. Да и как по мне, в современных залах, опять же, есть более безопасные и эффективные альтернативы, такие как тяга в наклоне, тяга горизонтального блока с различными рукоятками и даже тяга того же Т-грифа с упором в грудь. И еще одно упражнение, которое достаточно травмоопасное и бесполезное для мышц спины, это пулловер с гантелью на скамье в таком исполнении. Из-за растяжения и расслабления мышц на вдохе, такое исполнение может привести к травме белой линии живота и вызвать грыжу. Также, если у человека ограничена подвижность плеч, выполнение пулловера с большими весами может травмировать структуры вращательной манжеты плеча и мышцы спины. Действительно, ваши плечи находятся под нагрузкой, в очень невыгодном положении. И если вы еще и переборщили с весом или пытаетесь резко преодолеть свой диапазон движения, то можете получить травму. Кроме того, нагрузка здесь больше всего приходится на зубчатые мышцы туловища и грудные. И лишь малая часть ложится на широчайшие, а именно только на 10%. Те же подтягивания грузят широчайшие в 2-3 раза больше. А если уж вам так и хочется сделать это упражнение, то сделайте его с легким наклоном, стоя в таком исполнении. Ребята, сейчас в дополнение к данному ролику я рекомендую посмотреть мое другое видео о лучших упражнениях для мышц спины. У вас тогда сложится целостная картина того, как безопасно и эффективнее всего тренировать спину. Ссылка у вас только что появилась на экране. А с вами был Алекс Митчелл, канал StrongSilence. Ставьте лайки, подписывайтесь и скоро увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok